И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по МТР Рояль. Ну что, вчера у нас с вами был понедельник, а это означает лишь одно, что пора сделать задание. И не важно, что сегодня вторник, они до сих пор у меня не сделаны. Надеюсь, что одного боя для этого хватит. Ну а вами желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже 151,5 тысячи человек. За что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще не раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. Зато голуби, мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. Не идут катки? Нужен новый эквип. В метромаркете можно приобрести все. Надеюсь, я сейчас успею встретить хотя бы одного парнишку. А, даже так? Они там уже сами друг друга встретили? Понял. Принял. Один плюс-минус где-то спереди, а второй вон левее бежит. И причем он же меня не видит. Понял. Минус один. Оп. И минус второй. Ну все. Теперь получается спокойно. Их залутываем, и уже можно куда-нибудь дальше на ржок залетать. Я думаю, полубоя проведем где-нибудь сверху, а на вторую половину боя пойдем в радиацию. Так, я думаю, прям оптимально будет. Только самое главное, никого в радио не пустить. Ну и где второй тропик? Он же, по-моему, прям где-то здесь должен быть. А, все. Вижу. Серьезно? Гроза. Просто так, на халяву. Блин, да на ней даже обвесы более-менее хорошие стоят. Как раз будет из чего пострелять ботинков, ну и того же бойсика забрать. Я думаю, с грозы как раз это и сделаем. Погнали. Хотел задонатить UC в PUBG Mobile, но совсем забыл, что ты живешь в России. И теперь это больше уже не проблема. Ведь есть сайт playrock.com. Playrock это маркетплейс товаров и услуг, где донат осуществляется легально через официальный магазин PUBG Mobile. Покупка причем совершается всего в пару кликов. Регистрация через ВК или Google, оплата банковской картой или Kiwi. И после покупки вы получаете инструкцию по получению товара. И у вас открывается чат с продавцом. 10 минут и все. 325 UC у меня уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock. Более 180 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Приобретайте UC через Playrock и тратите их на все что угодно. А также с недавнего времени здесь обновилась страничка с PUBG Mobile. Где вы теперь можете найти не только аккаунты, бусты, даже кланы с популярностью. Но и ваш любимый метро рояль. Так что как обычно, playrock.com. Ссылочка в описании. Сейчас вот самое главное, чтобы не получилось точно так же, как было вчера. Зашел на босса, три тычки в ряд и все, я упал. И опять у него третья сумка. По-моему, где-то разработчики что-то не то перекрутили. Понял, принял. Бойсик у нас откладывается. Надо срочно встречать парня, который воюет на мосту. Че это он? Только я вышел и на тебе. Но он тут же прекратил по кому-то стрелять. Эм, а куда это он бежит? А, все, понял. Скорее всего, но он уже забрал там кого-то. Готов. Нет, все-таки с ночника на дальнюю дистанцию тоже очень даже можно стрелять. Только вот самое главное, найти цель. А то иногда бывает такое, что твоя цель в разы меньше, чем сама мушка прицела. Как примерно сейчас и было. Чисто на кровь ориентировался. Если летит, значит попадаем. Чисто на верное, по-быстренькому прям забираем бойска. И сразу же туда. Вдруг у него там что-нибудь ценное. О, пол ГП нету. Готов. Ну все тогда. Прям по-быстрому. Все подлутываем и прямиком за парнем. Погнали. Капец. Я вообще в шоке от того, что тут происходит. В упоре, грубо говоря, парень бежит. И даже внимания на меня не обращает. И еще один туда же. Все-таки не зря я именно сейчас решил сюда вернуться. Иначе, если бы я это сделал раньше, то скорее всего, я бы с этим парнишкой и вовсе не пересекся. Даже за весь бой. А так, для тебя будет жетончик. И то плюсом. И с то плюс разрывы на дробовик. Че вот все теперь с дробовиками играют? Лично, как по мне, ужаснейшее оружие. Максимум вблизи. И то не всегда. О, МК-то. Все-таки не зря я сюда пришел. И что самое интересное, парнишка-то по факту прям тут же пробегал и не заметил этот трупик. Так-то обидно бы получилось, если бы он все-таки взял и открыл его. Ну а так, все получается. Теперь, наконец-то, я думаю, можно и на ржок вернуться. Поехали. Не, сегодня этот мост реально как какое-то зачарованное место. Я даже отходить отсюда не успеваю. Как тут же кто-то подходит. И причем все, кто сюда идут, поголовно меня никто не замечает. Хотя я бегаю максимально открыто. И если я их выжжу, то, блин, почему они меня не видят? И еще один туда же. И на этот раз розовый. Серьезно? Еще и М24. Капец, я куда это все пихать-то должен? Что-то прям какой-то особый фарт сегодня чисто на оружии. Кого бы не открыл, везде какая-нибудь пушка лежит. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. А на секундочку, оружие весит 150 слотов. Хотя тот же самый топовый броник весит чуть больше сотки. Что, по-моему, немножечко неправильно. Как бы в жизни, если взять шестую броню, это костюм сапера. Который, по-моему, весит около 40 килограммов. А та же самая гроза, к примеру, смотря в какой модификации, весит плюс-минус около 3 килограмм. Так тогда почему в игре они настолько большую разницу имеют? Причем совсем в обратную сторону. Да, был бы я разработчиком, я бы очень многие вещи тут поменял. И мне кажется, сделал бы многие моменты чуть-чуть правильнее. Так, как они изначально должны быть. Ну, а так, я думаю, в принципе, сверху закончили. И теперь можно спокойно идти в родейку. Погнали. В которой уже не просто кто-то есть. А этот кто-то уже себе вертолет заказал. И это с учетом того, что он тут далеко не один был. Как бы я сюда вообще пешком притопал. Что первое, что второе тележка уже давным-давно под родейкой стоят. Вы сейчас серьезно? Там еще один? Капец. Я ровно с той же стороны заходил. И вообще тихо было. Что-то мне сейчас подсказывает, что я это все очень зря затеял. Вау. Не, ну все. Если он сейчас спрыгнет за мной, мне капец. Да он спрыгнул. Что и требовалось ожидать. Сам подбежал, сам подставился. И по итогу отъехал. Ладно, задание, я так понимаю, у нас ни то, ни другое не выполнено. Поэтому перезаходим еще раз. Поехали. Да, обидненько получилось. Ведь мало того, что с меня все эти пушки выпали, которые я выбивал. Еще и бронежилет слетел. Так что пришлось сейчас все продавать. Лишь бы мне хватило на еще одну свинцованную ткань. Так что теперь, если мы за этот заход ничего не делаем. То все. Изи задания за один бой окажутся нифига не изи. Эм, что? Парень решил налево пойти? Понял, принял. А я его уже спереди ждал. Сейчас самое главное, быстрее мне в воду бежать до дома. Походу он тоже причем сюда бежит. Оп, готов. И даже что-то выпало. Как раз патроны. Потому что я с собой вообще мало взял. А вообще, я думаю раз у нас по той тактке нифига ничего не сработало. Да может быть сейчас сначала с радиации начать. Ну а потом уже пойти наверх. В принципе, так даже побезопаснее будет. Поэтому погнали. А в родине-то у нас оказывается уже кто-то есть. Я так понимаю, вот по-любому это тот самый парнишка, который спавнится на рожке. Тупо вылез раньше времени и прямиком сюда побежал. Потому что как раз таки одной тележки с той стороны и не хватало. Ну все, тогда через гору и забираем его. Надеюсь, что он не будет долго где-то гаситься. Серьезно? А вот сейчас не понял. У него типа пластины не было? Капец. А давненько я такого не видел. Чтобы кто-то туда-сюда бегал, чтобы открывать по паре ящиков. Как бы такой метод актуален только в первые, наверное, дни, а то и часы обновления. И тоже, кстати, МХХ. Не, ну неплохо. Все-таки уже не зря я сюда изначально пошел. А то так бы пробегал пока сверху. Да он бы опять здесь все подлутал, да и свалил пораньше. М. Тру. Чего, блин? Вас откуда тут так много-то взялось? Да еще лучше вопрос, как они так быстро тут оказались? По ходу дела, второй трупик это парень, который появляется на развальном здании? Ну, оно очень близко, и оттуда тоже можно вылезти. Другого варианта у меня вообще не остается. Как тогда они сюда попали? Ладно. В принципе, что тот, что этот уже мертвы. Поэтому открываем пару ящиков, зачищаем как можно больше собак. Ну, а потом уже видно будет, куда дальше пойдем. Тем более задание, я надеюсь, 100% засчитается. Потому что с прошлого боя, как ни странно. Дем 24, которая у меня на плечах висела, но она осталась. И ее игра посчитала в прибыль. Так что теперь надо не 2 миллиона, а где-то полтора. Ну, плюс-минус. Даже толком не рассмотрел, сколько там надо цифр, чтобы его сделать. Ну, я думаю, полтора-то мы точно тут нашкрепим. К тому же, МКХ есть, и первый чертежик тоже есть. Ну, а так все. Зачищаем их, и погнали. Ну, вот. Вот так уже будет сильно лучше. И заодно, кстати, немножечко места освободили. Так что теперь пару красных предметов, да и розовых, точно поместится. Не, ну если вот такое будет высыпать, его проще выкинуть. Чего? Капец. Вот только этого мне не хватало. Я как будто до последнего хотел, наоборот, не забирать их. И на тебе. Взял и тупо загрелся. Хотя якобы, по идее, правильно успел встать. Оу, а зелеными неплохо лететь? Прям очень даже неплохо. Оп, готов. С трех магам. Ну все. Теперь-то я надеюсь, можно полутать. Не, игра явно сегодня точно стебется надо мной. Только что никого не было, и на тебе, сразу двое. Понял? Один остался. Этот какой-то чересчур тупого-то попался. Хотя, чтобы не обидеть, назовем его немножечко тормознутый. Но он же точно слышал, что я где-то здесь нахожусь. Прибежал, сел на лестницу. Но ничего он мне не мог продумать. О, а вот и второй подбегает. Только если тот парень был бомжиком, этот парень по фулу зовут он. И пошел к моему трупу. Не, ну я к нему вообще спускаться не хочу. По крайней мере, прям до последнего буду сидеть здесь. А там, если не получится, то пойдем испытывать удачу и тупо его рашить. Что, с одной стороны, вообще не охота. И что он там делает? Причем вся проблема в том, что, скорее всего, игра будет регать чисто текстуру, что я по ней не попадаю. Что и требовалось ожидать. И себя спалил. И ни одной тычки даже не дал ему. Не, ну все. Он теперь тут точно не останется. Видимо, придется использовать второй вариант. Спускаться и тупо рашить. Погнали. Не, ну этот парнишка, так чисто к слову, очень шустрый. Пока я туда-сюда слазил, да он уже на первом этаже оказался. И многие яички уже подлутал. Так, пару тычек уже есть. Готов. И причем в его слабое место. Нет, вот это я понимаю. Вот теперь уже я могу назвать этот заход более-менее удачным. И берил кобра, и пятый броник кобра. Что мне кажется, прям особая удача на эту фракцию. В прокатке как бы тоже. Кобры предостаточно было. Да так, каким-то чудом. Это все в себя помещаем. А оно явно просто так сюда не влезет. И идем наконец-то, долутываем оставшиеся ящики. Погнали. И самое печальное, в данный момент, все пока что очень плохо. Осталось всего четыре ящика. А стоимость даже двух лямов не превышает. А, ладно, молчу. Ровно два миллиона. И скорее всего там два миллиона и десять тысяч. Чисто из того, что выпал оплеснитель. Второй раз такой же лут? Ну, спорно я бы сказал, спорно. Пока из самого ценного. Один лишь слиток. И пока что все. А, ну и еще там. М-24 Кобра. Которая каким-то чудом выпала с оружейки. Что даже для радиации в нынешнем сезоне. Очень такая большая редкость. Тут флайера ты не всегда дождешься. И на тебе. М-24. Ровно та же самая, что и в прошлом бою. Только на то и хотя бы обвесы были. На это главное совсем. Ну, а так получается все. Прямо по-быстрому. Ищем, где у нас появляется второй временной боссик. Потому что первого тупо взяли и забрали. Забираем его. Ну, а там уже и на выход. Быстрее открывать. Ящики по заданиям. Погнали. Я же сейчас не один этого парнишка вижу. Капец. Это же он тут походу босса-то и забрал. И причем абсолютно голый. Мне кажется, на нем максимум, если и было одето. То это третья бронька. И то далеко не факт. Все-таки, как ни крути. Но этот бой в плане именно выживания. Получается пока что гораздо, гораздо лучше, чем предыдущий. Да и плюс, большая часть событий, абсолютно как-то рандомно, попадает в какие-то таймы. Прям очень жесткие таймы. Что тут я вовремя появился. Что туда я тогда вовремя зашел. Да даже сейчас, как я в радиацию заходил, один фит я это сделал вовремя. Зашел, убил, залатал, ушел. Все. Идеальный расклад. А парнишка-то, как ни странно, совсем бомжиком оказался. Я просто придерживаюсь такой логики, что если игрок каким-то чудом дожил хотя бы до середины боя, то он уже хороший игрок, даже более чем. И у него, скорее всего, что-то ценное должно быть. Но тут мы видим абсолютно обратные вещи. Хотя, кто его знает, как он стреляет. Может быть, при других условиях он бы вообще меня тут на колени поставил и полностью бы раздел. Но, явно не сегодня. Так, второй снайпер тоже зачищен. Так что, остается только босик и ботинок, который трется рядом с ним. Который-то, кстати, и не согрелся. Чет как-то мало залетает по нему. Вроде, большинство стреляет в голову. Но, по факту, большая часть хп у него на месте. А вот так вот, уже нет. Готов. И розовый. Не, вот такими босики должны быть напоследок. Прямо перед выходом. Только вот, как это сейчас помещать в себя все, я не знаю. Хотя, раз мы сейчас на выход, то может быть, нафиг выкинуть всю медицину и все патроны. Че, не, не лезет. А вот, вот так вот зато прекрасно помещается. Не, ну все. Теперь до выхода. Ну, а там уже все знаете. Откроем кейсы. Погнали. Ну что, ребят. До точки сохранения остаются уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно, что, к сожалению, данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто вас привел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока. Ну, а вот теперь уже можно и кейсы. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok